У меня тройки по математике, татарскому языку и физкультуре, и зовут моей школы, говорит, что они меня не возьмут в 10 класс. Эту девушку зовут Мария, она учится в 9 классе одной из нижнекамских школ. По понятным причинам мы не можем показать ее лица. По словам девочки, ей легко даются биология, химия, физика, география и русский язык. В будущем она хочет поступить в медицинский университет, однако если она не попадет в 10 класс, то все мечты рухнут. Учителя говорят, что тройки портят статистику школы, из-за этого не берут в 10 класс. А вообще много таких, кому говорят, что не возьмут в 10 класс? Ну да. Сколько? Ну у меня из класса, наверное, человека 4 точно есть. Потому что много претендентов на место, и школе нужны рейтинги. На самом деле, с тех пор, как ввели единый госэкзамен, рейтинги школ стали напрямую зависеть от его результатов. Администрация учебных заведений заинтересована, чтобы ЕГЭ в 11 классах сдавали только те ученики, которые могут получить высокие баллы, что в дальнейшем обеспечит школе хорошую репутацию. В управлении образования нам заявили, что в Нижнекамске любой ученик может выбрать место для дальнейшего обучения. Любой обучающийся может выбрать несколько форм обучения. Первое – это, конечно же, продолжить обучение в 10 классе. Второе – это он может выбрать обучение именно в СУЗах. И потом уже продолжить обучение в высшем профессиональном образовании. До недавнего времени школа не имела права отказывать ребенку, желающему учиться в 10 классе. Однако недавно все изменилось. Сегодня в Нижнекамске ведется активная работа по внедрению профильного обучения. То есть 10 классы будут иметь определенную направленность – иностранные языки, информатика, физика и многое другое. Таким образом, если ребенок хочет учиться в химико-биологическом классе, чтобы в дальнейшем поступить в медицинский институт, но плохо сдает экзамены по этим предметам, то существует вероятность, что в 10 класс его не возьмут. Закон подразумевает о том, что с любой оценкой можно взять. Но опять же, мы здесь сейчас говорим о том, что в физико-математическом классе, например, будет усилено количество часов по физике. И если ребенок изначально физику не понимает, то действительно ему будет проблема обучаться в этом классе. И я думаю, что стоит вообще задуматься о целесообразности 10 класса. Согласно резолюции августовской конференции 2016 года, в Нижнекамске будут созданы только профильные классы. И чтобы в них попасть, экзамены необходимо сдать с хорошими оценками. Эльвир Софиулина, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтихим».